Духовность проявляется не на словах, а на деле, понимаете? Вот как я говорил, кто читал статью к вопросу о духовности, я там писал, если тысячи лет христианство воспитывало у людей духовность, и практически все, кто жил в Российской империи, были пропитаны этой духовностью, то вопрос, куда же она поддевалась, когда началась революция? Когда высокодуховные люди, которые внушались, не убей, не укради и так далее, делали все в безмерных количествах. А почему? Да потому что никакой духовности нет, не могло быть. Если человек внушается, что он раб, какая может быть духовность у раба? Хотя какая разница, Божий раб или кого-то, по крайней мировоззрение, которое было у наших предков до тех пор, пока не называли христианство, несколько сотен тысяч лет, сразу скажу, не было религии никогда в наших предках, было мировоззрение. То есть то, что пытаются сейчас сделать, не язычник, как называют, я считаю, вред большой, потому что они пытаются создать новую религию на основе того, что они даже не понимают. потому что в наших предках было миропонимание. Они понимали мир, конечно, в меру каждой своей возможности и так далее, но в любом случае это было миропонимание, а не слепое какое-то. Даже слово «вера» переводится как «просветление знанием». А то, что мы имеем, это не веру, а религию существующую, так сказать, фанатизму, никакого отношения к вере, в том понимании, к изначальному смыслу, это не имеет.